всем привет сегодня будем решать пазл с 9 деталей но при этом у него девятый уровень сложности дело в том что в данной головоломки как бы не пытались сопоставить элементы у нас последний никак не помещается можем пробовать вот так поставить можем пробовать вот так поставить он все равно не будет помещаться и как бы не меняли местами элементы у нас последний как будет помещаться данная головоломка имеет девятый уровень сложности так что сегодня своим выясним действительно настолько сложная напечатали на 3d принтере поэтому перейдем к печати а потом уже к решению поехали а пока у нас печатается головоломка хочу рассказать вам про интересную бесплатную мобильную игру animal fire rescue я играю в нее уже недели в перерывах и даже успел застрять на одном из уровней если вы любите головоломки также я вам наверняка понравится игра цель игры заключается в том чтобы построить идеальную водную цепь и спасти животное от пожара звучит очень несложно и первые уровни могут показаться действительно простыми но некоторые последующие заставляют надолго задумываться каждый уровень то новая загадка и поиск новой тактики создавайте систему труб провода из различных элементов но будьте осторожны с ловушками которые вместо воды подают горючей жидкости игра не только прокачивать ваши навыки в решении сложных загадок но и помогает скоротать время в транспорте или просто когда вам скучно я прошел уже 48 уровней могу сказать что некоторые из них действительно заставляет поломать голову сейчас я прохожу 49 попробовал построить уже кучу разных схем так и не одолел его скачивайте игру по ссылке в описании и проходить сорок девятый уровень быстрее чем это сделаю я также пишите сколько уровней вы уже прошли и козь них был самым сложным а мы вернемся к нашей головоломки и так все элементы уже распечатаны можем приступать к решению сдача головоломки заключает в том что внутри игрового поля разместить все цветные элементы элементы между собой могут стыковаться например синий с желтым также можем пристыковать красный он будет заходить во внутрь желтого и необходимо поместить все это внутри игрового поля давайте пробуем это сделать будем стекать время старт время пошло давайте просто продолжим собирать сюда поставим синий например сюда желтый ну пока желтый поставим да вот это скорее всего в углу будет находиться поэтому наверное желтый сюда будет разумнее поставить всегда он не станет ладно давайте разберем будем начинать оранжевый просто раньше вы очевидно будет в углу находиться скорее всего так сюда не станет соответственно поставим красный есть и последний элемент который не стыкуется ну в принципе очевидно что все не так просто так он тоже не пост не состыкуется нет так он просто не станет плату давайте разбирать я думаю пока раньше расставим будет вокруг него всё остальное строить в любом случае возле оранжевого должны находиться желтые потому что только желтые могут стыковаться оранжевым поэтому если примем желтой в другую сторону с ничего это не даст нас только закроется вот эта часть поэтому в любовь случае желтый оставляем в эту сторону повернутыми и начинаем строить другие элементы попробуем сначала вокруг желтых синие сине можно только так поставить drugo варианта у нас нет, здесь мы можем поставить красный, сюда можем поставить желтый, потому что красный в любом случае должен атаковаться с желтым, но у нас здесь получается закрыто, поэтому открытую часть повернем в свободную область. Дальше мы можем сюда поставить красный, сюда желтый и у нас, скорее всего, получается та же самая картина. Мне кажется, здесь математически И, в принципе, не может получиться такой ситуации, при которой у нас синий войдет куда-нибудь. Потому что у нас в любом случае остается один с выпирающим звеном и один без какой-либо поимки. Как бы мы не пытались атаковать, мне кажется. Давайте пробуем сюда синий поставить. Сюда ставим синий. И, скорее всего, здесь мы не сможем поставить остальные элементы. Да, я уже вижу, что мы сюда не сможем остальные элементы поставить. Так. У нас опять остается... Хотя нет, просто расположение неправильно. Давайте еще раз. Оставляем оранжевый в углу. Прошло, кстати, две с половиной минуты уже. Оставляем оранжевый в углу. Сюда точно желтый пойдет. Мне кажется, у нас такое расположение как раз-таки только что и было. Сюда это не подойдет. И это сюда тоже не подойдет. Если отсюда мы берем синий, поставим сюда желтый. Нет, да у нас вот эта часть... Красный некуда будет поставить, в общем. Так, давайте теперь двигать оранжевый, потому что, мне кажется, мы уже рассмотрели все варианты того, где может находиться оранжевый. Давайте пробуем, кстати, оранжевый вот так поставить. Может быть, здесь загадка краски в этом будет? Так, если это так, то я довольно быстро решу эту головоломку, потому что, в принципе, они стыкуются. Так, возможно, я сейчас очень быстро решу эту головоломку. Сюда мы ставим синий. Да неужели? Неужели это будет так просто? А, нет, не так просто, потому что здесь нас выпирает, и сюда ни один элемент не помещается. Да, он не помещается. Так, как можем сделать по-другому? Мы можем... Мы можем сюда поставить синий. Хотя нет, не поместится все равно. Давайте просто проверим по-другому. Здесь у нас должно оставаться место для двух элементов. Попробуем на красных. Красный. И красный не помещается уже. Ладно, давайте пробуем этот элемент повернуть как-нибудь по-другому. Если мы пробуем этот элемент в угол поставить... Вот таким образом как-нибудь. Нет, туда тоже не поместится. Так, мы уже ставили. У нас из этого ничего не вышло. И как бы мы угол не поставили, у нас картина по факту не поменяется. Что мы можем еще сделать? Можем вот так поставить. Ну так, тоже у нас места не останется. Давайте пробуем поставить куда-нибудь в центр. Не куда-нибудь, а просто в центр. Либо вот так сбоку. Давайте пробуем сбоку поставить. Но если мы ставим сбоку, тоже не особо хороший вариант, потому что у нас желтый упирается. Как бы нам их расположить? Я вообще не представляю. То есть у нас единственное логичное расположение оранжевого – это вот здесь. Но это нам не дает решения. Куда мы еще можем его поставить? Прошло уже почти 5 минут. Время настолько быстро летит во время решения этой головоломки. Давайте пробуем по центру поставить его так вот боком. Да, да, да. Мне кажется, это логичным. Поставим по центру боком. И сверху мы можем вот так поставить элемент. Так, мне кажется, я сейчас очень быстро решу эту головоломку. Я на 99% уверен в том, что я сейчас решу эту головоломку. Не 100%, но 99%. Так, почти. Почти решил. Наверное. Сюда не помещается. Ну, поменяем элемент. Как можем еще сделать? Можем вот так сделать. Есть. Здесь мы поставим. Так, и последний элемент, если он поместится, но не помещается. Так, ну, мне кажется, я уже ближе к решению, чем был изначально. Если вот последний элемент поместить, как минимум мы точно знаем, что вот этот элемент можно развернуть боком. Но нужно как-то разобраться без этого элемента, как мы можем расположить все остальные. Прошло уже 6, почти 7 минут. Так, пока этот из центра просто убираем и крутим все остальные. Все, есть. Решил головоломку. Так, время, 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 время. Стоп. 8 минут, 8 секунд. Я очень быстро решил эту головоломку. Я на самом деле думал, что больше времени на нее потрачу, потому что она заявлена как очень сложная. На самом деле здесь все лежит на поверхности. Если вы не смогли расположить этот элемент в углу, очевидно, что он будет располагаться в каком-то другом месте. И учитывая то, что его нельзя расположить стандартным способом, вот так, значит его нужно повернуть как-нибудь боком. После того, как повернули боком, все становится уже очевидным. Просто нужно было поменять местами вот эти элементы. И когда я поменял их местами, нужно было немножко другую логику использовать. Я когда потом второй раз менял их местами, я просто заполнял все пустоты. Потому что изначально у меня было много пустот, то есть у меня некоторые элементы вот так вот стыковались. Этого не нужно было сделать. Нужно было заполнить все пустоты, и головоломка решилась сама собой. Не то, что сама собой, конечно, но тем не менее, эта головоломка не такая сложная, как я думал. Но мне она понравилась. Она красивая, она оригинальная, и это довольно интересный пазл. Хоть и не очень сложный. Подводя итоги по данной головоломке, могу сказать, что здесь 9 уровень сложности дали только исходя из количества элементов. Потому что она безумно простая. Я не понимаю, почему здесь 9 уровень сложности. Это очень простая головоломка. То есть все, что вам необходимо понять, это то, что оранжевый элемент не может находиться в углу. Соответственно, он будет находиться не где-нибудь с краю Где-то по центру И потом просто расставить все элементы вокруг Это безумно простая головоломка Почему у нее девятый уровень вместо, например, шестого уровня сложности Я не понимаю Единственное объяснение То, что здесь девять элементов, значит девятый уровень сложности Будет десять элементов, будет десятый уровень сложности Так что головоломка действительно простенькая Но мне она в любом случае понравилась Она красиво выглядит, она оригинальная И, кстати, я, как и говорил, когда-нибудь напечатаю все-таки пазл только из уголков Возможно, в одном из следующих видео Возможно, уже в этом месте его напечатаю Потому что я действительно хочу его напечатать, все откладываю, откладываю Но это видео обязательно будет на моем канале И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео Также напоминаю, что у меня в инстаграме проходит розыгрыш Ссылка на мой инстаграм будет в описании Обязательно проходите, участвуйте в розыгрыше Также в описании ссылка будет на мой тикток На мой второй канал и все остальные сети И на этом все, спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok